Итак, сегодня отвечаю на вопрос Кирилла. Вопрос в ютубе. Могут ли быть связаны болезни, как одна из них, очень серьезная болезнь Миньера, это симптоматически проявляется головокружением, вестибулопатия с увеличенными лимфатическими узлами у Кирилла, которые он нам объяснил, что у него есть увеличенные лимфатические узлы в области шейного отдела и увеличенные лимфатические узлы в области шеи вообще, конечно, определяют как кровоснабжение щитовидной железы, так и кровоснабжение в области слухового аппарата уха и, кроме того, всех тех структур мозга, которые дают нам асимметричный недостаточный мозговой кровоток. Опять Кирилл, для того, чтобы знать природу своей болезни Миньера и знать, насколько при ней активно работают пияжки, мы должны с вами иметь исследование кровообращения в шейном отделе, потому что мы говорим, есть воспалительный процесс. Это назначение и этот диагноз поставил нам лордоктор. Нам надо у доктора-терапевта взять направление на то, чтобы пройти исследование сосудов шеи и сосудов головы. Когда мы с вами увидим, насколько вот этот ваш хронический воспалительный процесс, диагноз поставлен лордоктором, влияет на состояние кровотока в области структур вестибулярных. Это нарушенный ушной кровоток. Вот мы с вами посмотрим ушные лимфатические узлы. Если они при воспалении увеличены, а вы объяснили, что эта тема есть, значит кровообращение всех структур уха и прежде всего тех, которые отвечают за наше состояние в пространстве, будет нарушена. Если у нас орган не кровоснабжается, то есть не получает питание, он и не отрабатывает нам с вами положение тела в пространстве. Значит, вы правы, Кирилл, что вы задумались о том, что применение лимфатического массажа у нас уберет застойные зоны, что отрабатывая с помощью герудотерапии застойные зоны в шейном отделе, мы и повысим местный иммунитет, то есть уберем эти хронические воспалительные заболевания и отработаем уже состояние ушного кровотока. Тогда и уберутся, потому что у нас даже есть методики лечения болезни Миньера с помощью изменения положения тела в пространстве. Что нам дает лежим и встаем? Перераспределение лимфы идет. Поэтому тренировка своего аппарата вестибулярного, это и кресло, которое у нас вот так вот крутится, можно применять, и качели. Вообще для представителей с болезнью Миньера очень хорошо работают гамаки. Вот такой метод лечения гамаком, когда мы с вами постоянно лимфу раскачиваем, да, на кресле качалки мы вперед-назад отрабатываем для того, что при болезни Миньера нам нужно и это движение, и движение в сторону отработать. Но самое главное это лечить хронический воспалительный процесс. Вы не написали там сколько лет у вас эта тема идет, да? И очень часто болезнь Миньера провоцируется, в данном случае Кирилл у вас носоглоткой, но очень часто на моей практике у моих пациентов это заболевание, возникает болезнь Миньера на фоне изменений кровообращения в области ключиц. Вот часто пациенты приходят, у них одна ключица выше, другая ниже. Это что? Это лимфостаз какой? В области ключиц, где у нас правый лимфатический проток, вот это место криминальное для болезни Миньера, это место подключичное и надключичное. Вы посмотрите, как я показываю делать в этом месте лимфатический массаж. Если мы с вами организуем отток от головы в левую подключичную вену и в правую подключичную вену, значит мы уберем застой в области ушных лимфатических узлов, у нас закровоснабжается структурой уха, это все временные интервалы, работающие довольно-таки быстро. И мы изменим эту ситуацию. Часто провоцируется у нас изменение вот в этом месте застоем в области подмышечном при заболеваниях артроза, артритах, плеч. То есть болезнь Миньера, это вся верхняя часть ключичная, подключичная, посмотрите, заболела плечо. Мы нарушили отток от ушных лимфатических узлов лимфы сюда в вену. Значит уже возникнет болезнь Миньера на фоне хронического воспалительного процесса суставов. Все это мы можем видеть и продиагностировать с вами. Вот наш пациент с нарушением мозгового кровотока, который нам показал исследование сосудов. Исследование сосудов во взаимоотношении с лимфатическими узлами. Вот посмотрите, исследование называется ПЭТ, позитронно-эмиссионная томография, где мы с вами видим, что в данном случае у человека нарушено кровообращение в области ключиц. Вот мы видим белые зоны здесь. Застой идет в области сердца, застой идет в подключичных зонах и, конечно, мы тогда будем иметь нарушение кровообращения уха. Это будет и слух нарушения, это будет и вестибулярные, вестибулопатии всевозможные. Но если мы дальше посмотрим наше тело, то мы увидим, откуда ноги растут у данного пациента. Это активный воспалительный процесс в восходящем отделе кишечника. Дырявый кишечник. Поэтому диагностику болезни Минера должен сделать как лорд-доктор, так и доктор-гастроэнтеролог. Вот тогда будет и затем сосудистые УЗИ. И затем мы тогда с вами поймем, где нам надо закрывать дырку в дырявом кишечнике. Тогда у нас не будет проблем подключичных лимфатических узлов. В данном случае здесь левые подмышечные лимфоузлы увеличены. И значит мы будем иметь артрит левого плечевого сустава, хроническое воспаление в кишечнике, лимфостаз ключичный. И вот она ваша проблема. Болезнь Минера нужно отрабатывать и здесь, и лимфатическим массажем вот здесь. Если мы с вами имеем проблему желудка, то есть имеем гастрит, то часто гастрит провоцирует болезнь Минера. То есть никогда на моей практике болезнь Минера первично не была диагностирована. У вас Лор отдиагностировал, показал увеличенные лимфатические узлы. Часто у моих пациентов отдиагностирован диагноз гастрит, гастродуденит. Увеличенные лимфатические узлы под диафрагмальные вот в этом месте. Они тоже у нас стекают в область верхних сосудов, нарушают отток от ушка. И мы имеем тогда опять болезнь Минера, но уже на фоне гастрита. Видите, как все непросто. Поэтому этот момент нужно распутать. Болезнь Минера вести вулопатия. Показатель, что надо разобраться, в каком месте сейчас имеется синдром повышенной проницаемости слизистых. Надо отработать воспалительный процесс. Вы смотрите, пожалуйста, я об этом все рассказываю. Лечение гастрита. У меня такие есть курсы. Это лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, лечение желудка, лечение хронического воспалительного процесса в верхних дыхательных путях. Все это тема вам работать. А так хотелось верить в сказку, что болезнь Минера лечит одна таблетка. Так ко мне и приходят пациенты с условием. Ольги Ивановна, назначьте ее. Я говорю, если бы кто-то знал, какую ее одну назначить на такую патологическую цепочку, тому бы, наверное, товарищу дали Нобелевскую премию, и больше бы мы о болезни Минеры не разговаривали. Я желаю вам терпения, чтобы разобраться в этом процессе и выполнять ежедневные обязательные мероприятия, которые предупреждают наличие хронического воспалительного процесса и лимфоденид, увеличение лимфатических узлов, мешающих течению крови. Продолжение следует... Продолжение следует...